Продолжаются открытые сессии совета в поселении в Славянском районе. Об одном из этих важных мероприятий, которое состоялось в поселке Рисовом, мы расскажем в нашем следующем репортаже. Перед депутатами местного совета и жителями с докладом о проделанном в минувшем году работе выступил глава сельского поселения. В работе важной для поселения сессии участвовали глава Славянского района, его заместители и руководители структурных подразделений. Глава Рисово сельского поселения рассказал о том, что администрация старается держать руку на пульсе всех житейских проблем жителей. Здесь своевременно отвечают на обращения граждан, используется и такая форма работы, как личные приемы главой поселения. Больше всего обращений по вопросам благоустройства, и они решаются по ходу поступления. Общими усилиями за год было сделано немало. Мы смогли в этом году все-таки вступить в инициативное бюджетирование программу, и на этом году мы сделали, можно сказать, благоустройство стадиона. Это где-то сумма 1,2 млн. рублей. Конечно, еще дополнительно сделали дороги, это Павелок, Вишневый, улица Ленина, улица Октябрьская. Бюджет поселения исполнен по расходам в сумме более 14 млн. 400 тыс. рублей. И пошли эти деньги прежде всего на социальные нужды и благоустройство. Многого удается добиться благодаря помощи и взаимодействию с районной властью. Большое спасибо, надо сказать, районной администрации. На сегодняшний день нам, Роман Иванович, помог с ДК рисовые дополнительные средства, которые мы сегодня смогли взять специалистов, настоящих специалистов, которые действительно сегодня работают в культуре, два человека. Дополнительно сегодня выделены были с района средства для поставки специалистов молодежи, специалистов по спорту, потому что до этого у нас было по 0,5 ставки. Конечно, все невозможности есть, сегодня только, конечно, надо работать. Жители поселения любят родной поселок и всегда с радостью участвуют в его благоустройстве, оказывая посильную помощь. И поселок, и благоустройство, и у нас парк. Мы в этом году высадили 50 роз, 50 кустарников, межевельников. Это все совместно с жителями, которые приходят, ветераны, тоже самое поддерживают нас, приходят, помогают высаживать саженцы. Естественно, проблемы какие-то своего рода есть, но у нас поселок самый лучший. У нас нет дорог практически 9%, может, каких-то там 1-2-3 дороги, что находятся в раввинном исполнении. И то в этом году уже планируется подготовить документальную, смертную документацию. Я думаю, что в этом году также заасфортируем и будет 100% асфортированный поселок. Глава Славянского района отметил, что в поселении есть зримые перемены к лучшему. Он положительно оценил настрой жителей и руководства поселения на создание условий для современной комфортной жизни. Чувствуется, что вы живете и работаете одной семьей. Глава у вас, Анатолий Васильевич, цельный, деловой, решает все вопросы местного значения. Это очень важно, потому что мы для этого сегодня и работаем на своих должностях, для того, чтобы как-то двигаться вперед. И все основные вопросы, которые нас беспокоят – школа, детский сад, поликлиника, какие-то вопросы, связанные с благоустройством дорог. Много хорошего сделано за 2020 год на уровне всего района, и об этом рассказал Роман Синеговский. Во всех поселениях района выполнены планы по формированию бюджетов, собранные средства, направленные на благоустройство и развитие социальной сферы поселка в станице хуторов. В хуторе Троицком построен фельдшерско-акушерский пункт. В поселке Целинном – офис врача общей практики. В детсадах номер 41 поселка Совхозного, номер 1 и 17 Славенска-на-Кубани построены три новых корпуса на 140 дополнительных мест. Благодаря участию поселений в краевой программе выполнен серьезный объем по ремонту дорог, освоено более 200 миллионов рублей. По всему району отремонтировано свыше 130 километров дорог в асфальтобетонном и гравийном исполнении. В основе успехов – прежде всего развитие экономики района и края. Экономика, конечно, это основа основ. Для нас очень важно, чтобы были рабочие места, чтобы были заработные платы, чтобы платились пенсии. На сегодняшний день эти вопросы практически уже все решены. Как правило, мы не имеем задолженности ни по заработной плате, ни по коммунальным ресурсам. В целом, хорошо, я считаю, что уже третий год мы готовимся к зиме, мы получаем паспорт готовности. В минувшем году мы, как и вся страна, отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. И это очень важно и памятно для всех. Отчетный год стал годом празднования 75-летия Великой Победы. Особое внимание было уделено капитальному ремонту воинских мемориалов, строительству новых памятников. В Санске-на-Кубане по инициативе Совета ветеранов при поддержке жителей мы установили памятный знак воинам, пропавшим без вести при освобождении района. Я считаю, что это очень важное событие для всех нас, для наших детей, потому что это еще одна страница истории Славянского, которая связана с Великой Отечественной войной. В ходе отчетной сессии жители смогли задать интересующие их вопросы и получить на них ответы. А интересовало их прежде всего благоустройство. Работа главы поселения и администрации на сессии была признана удовлетворительной. В целом, жители довольны уровнем благоустройства и своей жизнью здесь. В течение более 40 лет я здесь проживаю. Мне очень нравится поселок, особенно нравятся люди. Поселок на протяжении этих 40 лет, конечно, благоустраивался. Много дорог у нас не было, все было не в таком состоянии, в котором сейчас. Сейчас он благоустроенный, красивый, для меня любимый поселок. И люди в нем замечательные. В поселке радостно то, что отремонтировали немного, начали работу по ремонту нашего стадиона. Много очень детей у нас занимается и футболом, и много детей занимается и в регби. Многие наши мальчишки на уровне края даже сейчас выступают. Поэтому работа в этом направлении хорошо, что идет. Пообещали нам поставить на территории нашей школы спортивную площадку. Тоже очень радостно, что дети будут готовы бежать туда. Даже не просто идти, а бежать, потому что чем-то занимать их надо. Поэтому спорт – это очень хорошее направление. Реальность такова, что да, несмотря на все трудности, мы сделали очень многое. И я как депутат и администрация поселения, я уверен, что в текущем году, в 2021-м, приложить еще больше усилий для того, чтобы сделать наш поселок еще более благоустроенным, светущим, развивающимся. Вместе с тем, в поселении решили не останавливаться на достигнутом. На текущий год поставлены новые задачи по благоустройству, которые здесь намерены решить при действенной поддержке властей района и Краснодарского края. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова